Лед все тоньше и проблем все больше. Несмотря на то, что толщина ледяного покрова реки 20 сантиметров, а в некоторых местах гораздо меньше, Роловчан словно притягивает магнитом коварная река. На этот раз, кстати, впервые в этом году в сети водяного угодил 50-летний мужчина. Так идет, идет, прям резко провалился, кричал, а потом оттуда МЧС прибежали, круг ему кинули и сюда-то тащили. Спасатели МЧС через бинокль наблюдали за переходящим по льду мужчины. Они были в недоумении, что стоит подняться выше и перейти через мост. Полпути мужчина прошел спокойно, а вот в середине реки лед не выдержал. Говорит, выпил 100 грамм с утра, но чувствовалось запах спиртного. Шел с базара, решил сократить, говорит, там поближе, спешил зверка, что снять денег. Пострадавшему мужчине оказали первую помощь, и в воде он пробыл недолго, сильного переохлаждения нет. Эти таблички, запрещающие переход по льду, появились еще в начале марта. Только рыбаки и многие жители города игнорируют их, несмотря на то, что толщина льда уже критическая. Самое опасное место около берега. Здесь лед уже превратился в воду. Люди не понимают, не берегут свою жизнь и все-таки пытаются перейти через реку. Совсем вот недавно вытаскивали одного из проруби, а с той стороны пытаются еще трое подойти, чтобы перейти реку. За рыбаков спасатели пока не переживают. Говорят, что они опытные и знают, где лед может принести неприятность. А вот обыкновенные люди, например, как эта девушка, в тонкостях льда ничего не смеслят. Даже такие громкие предупреждения игнорируют. Алина Чабан, Владислав Гапеев для программы Оперативный эфир.